Здравствуйте! Я Наталья Некрасова, савтор школы машинного вязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машинке с нуля. Сейчас я хочу вам показать узор защипа. Узор я выполнила из вязальных ниток роза, который нам предоставил ПНК имени Кирова. На комбинате производят все виды хлопковой пряжи. Один из вариантов мы сегодня и провязываем. Выполняется защипа на одной фампуре. Переносим петель. Сейчас я вам покажу. Рапорт может быть абсолютно любой. Побольше петель, поменьше петель. У меня 4 петли, ориентируясь на десятки. То есть на машине есть разметка. Я беру две с одной стороны от точки, две с другой. То есть у меня 10 игл являются ориентиром. Вы можете выбирать другие форматы, делайте метки на машине и ориентируясь на них. Пошире, поуже. Все зависит от пряжи и от вашего пожелания, и от того, каким количеством времени вы располагаете. Потому что это ручная работа. И каждую петельку нужно поднимать вручную. Сейчас я вам покажу, как это делается. И еще такой момент. Защипы можно делать в несколько рядов. То есть можно делать в 3 этапа. Можно в 1 этап. Большой защип будет. Можно в 4 этапа. Они будут тогда поменьше. И делать не в 10 рядов, например, а в 20 рядов рапорт. Выбирайте на свое пожелание. Примерно так будет выглядеть рисунок. Все зависит от пряжи и того, что вы вяжете. Как я уже сказала, рапорт 10 рядов. Я провязала 5 рядов после последнего защипа. Вот видите, последний был защип. 5 рядов. Эти 5 рядов я должна надеть на иглы. Как я уже говорила, ориентируюсь на десятки в шахтанном порядке. Вот точка на машине, 10 игл. 2 с одной стороны иглы, с 2 с другой. То есть на 4 иглы у меня будет пересадка. Кончик игл чуть-чуть выставлю вперед, чтобы ориентироваться на них. И смотрите, беру петли. Отсчитываю 5 петлю, потому что я провязала 5 рядов. 1, 2, 3, 4, 5. И вот эту пятую петлю надеваю на иглу. И эту же пятую, 1, 2, 3, 4, 5. Эту же пятую петлю я надеваю на 4 иглы. Упс, на это и есть весь узор. Следующая. Десятка. Вот она здесь. Был защип, здесь не было. Так, вот сюда. Раз, два, три, четыре, пять. Пятую петлю надеваю на иглу. Следующая десятка выполняет то же самое. И так по всему полотну мы переносим петли. Повязываю 5 рядов. И повторяю эту же операцию на тех же иглах. Ведь вот здесь я только что делала защипы, значит я 2 раза. Так, 2 и 2, вот мои петли. Повторяю эту операцию на этих же иглах. Итого, вот. Раз, два, три, четыре, пять. Вот этот защип, следующий, за уже сделанным, я надеваю снова на иглы. Еще раз говорю, такую операцию можно делать несколько раз. Можно один раз, можно два. Можно еще больше. Все зависит опять же от ниты. Итого, два защипа подряд дают вот такой вот эффект. Если будет больше защипов, у вас еще рельефнее получится полотно. Оно вообще будет все перекошено. Очень симпатично, необычно смотрится. Следующие иглы были здесь. Значит я на них же и надеваю петли. И вот таким вот образом я выполняю весь узор. В шахматном порядке. В каком-то другом порядке. Все как обычно, все на ваше усмотрение. Я делаю в шахматном порядке. Надевать проще шильцем, чем декером. Потому что петли поднатянуты тут. Если у вас машина с ручной прокладкой, то не будет такого натяжения. Если у вас с нитеводом, значит нужны грузики. Поэтому натяжение. И удобнее шильцем, конечно, чем декером. Смотрите, если у вас нет шильца, обращайтесь к нам на сайте сбавязания. У нас эти шильца можно приобрести. Если вам понравилось, нажмите нравится. Поделитесь с друзьями. А также подпишитесь на мой канал, чтобы быть в курсе всех обновлений. И ждем вас в нашей школе машинного вязания. Где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машинки с нуля. И обязательно заходите в магазин Невская рукодельница, который продает хлопковую пряжу по НК Миникирова. Любые хлопковые вязальные нити, огромная палитра цветов. Ваша Наталья Некрасова. КОНЕЦ 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 Продолжение следует...